Субтитры делал DimaTorzok 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 Далее миссия дорожки удалить я понимаю что их ставить нельзя что там слишком много но ты мне дай хотя бы удалить он не дает иначе а хотя бы хоть другие а 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 ч а м и и и и а с а м т так пока перейдем к животным значит дмитрия ринг легкие у него был легкий пустотелый череп который позволял вам поворачивать голову на 45 градусов да значит он у нас будет такой весь зеленый точнее бирюзовый с коричневыми пятнами окремленными желтым цветом так давайте попробуем значит метриаринг на последнем уровне силы здоровье 6510 урона 502 до 3016 так переходим дальше ксифактин название его еще называют меч луч как то странно очень что у нас будет оранжевый с бирюзовыми полосками по телу и красным лицом краснокожая рыба так 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 вы невероятно большой по ходу рыбой надо закупаться значит у нас будет такой синий с темно-синими пятнами и полосками т.к. мегалодон на тридцатом уровне эволюции так дальше идем мазозавр ученые верили что он был в родстве со змеями ну раньше сейчас то не уверен морская рептилия которая не имеет ничего общего со змеями значит у нас будет только светло-зеленый с темно-зелеными полосками так идем дальше фотосферина плавники были серповидной формы до трех футов длину 1 фут 35 сантиметров примерно то есть считайте входит что где-то с 1 метр были плавники ну метр и пять сантиметров то есть довольно крупные то есть довольно крупная рыба была она у нас будет на данный момент серая с более темными с более темно-серыми полосками так это запутался уже это запутался уже так у нас будет выглядеть фотосферина протосферина на двадцатом уровне эволюции да эволюция еще приличная и животных тоже дальше геликус охотился на мелкую рыбу всасывая ее когда открывал рот то есть он рот открывал и как бы всасывал рыбу мелкую ну как киты отсаживают крыль вот такой светло-зеленоватость темно-зеленовыми пятнами такими так идем дальше аномалокарис я не помню куда я его поместил по-моему вот это аномалокарис ээээ двигался в воде с помощью волнистых гибких параподий по бокам тела то есть вот эти вот маленькие штучки это парак видоизмененные параподии куличных червей с помощью них он как бы передвигался то есть такие примитивные плавники скажем так давайте попробуем по с у pequeno в пол м Дальше идем. Артоцерес имел сифон, с помощью которого мог заполнять раковину водой и создавать реактивное движение. Артоцерес это вот это. Черт подери, это кулазух. Голова кулазуха. Считается, что у него еще на задней части крыши черепа были маленькие рожки. Ну и была очень огромная голова, и это считается самой крупной фибией. Ну не самые крупные, были побольше, считается даже до 12 метров, но кулазух занимает твердое, уверенное второе место. По-моему метров шесть он был в длину. Так, позже мы его покорим. Где же у меня Артоцерес тогда? Вот это что ли? А, точно. Единственное, что у него поменялось, это такие темно-серые полоски на раковине появились. О, значит так у нас будет выглядеть Артоцерес на 20-м уровне. Так, идем дальше. Это у нас гиббот. Вот, два спинных плавника помогали маневрировать с высокой точностью, а шипы служили для защиты. Разночный у нас серенький, с такими синеватыми полосками. Так, у нас будет выглядеть гиббот на 20-м уровне. Так, давайте рекула суха покормим. Так, у нас будет кулазух на 10-м уровне эволюции. Дальше. Бакулитес у нас. Я его приобрел на торнаменте. Считается, что был предком современных науки. Ну, как отличие от Артоцереса в том, что у него немного загнутый этот раковина и нету крышки такой. Вот видите, у него на черепе отдельная крышка. Ну, как сказать, на моллюске отдельная крышка от раковины отходит, а здесь она такая просто выемки есть, откуда тело вылазит и все. То есть, раковина сплошная такая. Звуки тяжелых. Разница в том, что у него губится другой цвет тела. Ну, есть загнутая раковина. Впрочем, ничего особенного. Ну, разницы-то прям огромный такой нет. Так, и еще один новый вид. Где же это там? Это Лидзихтис. Я стал покупать животных. Отсюда уже, потому что... Так, еще надо одного найти. Потому что, как видите, их еще приличное количество. Надо их всех тоже успеть показать. Собственно говоря, ради этого я и стал снимать видео, чтобы в основном не показать то, что эту игру, показать все эволюции животных и самих животных. Огромный Лидзихтис. Считается, что он питался блактоном. Исключительно блактоном. Ну, вот он встретил, будучи в малых размерах, и то больше, чем колоссум. Огромный кальмар. Да. Да уж. Звуки-то у него. Как какие-то... Вот это рыбина, вот это жесть. Такой уровень Лидзихтис на 10 уровне эволюции. Офигеть, офигеть. Считается, что он был примерно размером, как мегалодон. Но по последним данным, не больше 12 метров. Но все равно здоровенная рыбина. На этом, пожалуй, мы закончим сегодняшнюю серию. Надеюсь, все новые виды вам понравились. В следующей серии вы также увидите эволюцию старых видов. Как бы я советую вам посмотреть, потому что я показываю не только стандартных животных, которых, знаете, вот, пожалуйста, вошел в магазин и купил. Можно, наверное, на любом видео увидеть. Я вам показываю животных, которые можно приобрести за баксы. Они есть не в каждом видео. Я понимаю, да. Пожалуйста, вводишь там протосферена. Все, выдают несколько сотен видео, где показаны все их эволюции. Но раз вы подписались на канал, я думаю, вам нравятся именно мои видео. Поэтому я говорю, что смотрите, увидите эволюцию старых видов, эволюцию новых. И в каждой серии я буду покупать примерно, наверное, по два или по три новых вида. Чтобы как можно показать все виды и потом уже выпускать серию, в которой будут сплошные эволюции. То есть я в этой серии буду показывать сразу эволюцию и из ледникового парка, и из морского, и из обычного. Чтобы, наконец, показать вам уже все эволюции и успокоиться. Думаю, наверное, всего будет серии 50. То есть если последняя была 39-ая, это уже 41-ая. То есть примерно еще 9 видео осталось. Ну, примерно. Потому что, учитывая, что еще очень много животных осталось, которые покупаются за баксы, или их можно выиграть на торнаменте. Их осталось еще приличное количество. Ну, думаю, это видео вам понравилось. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пребывайте всегда в хорошем настроении. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok